В правительстве Казахстана обсудили новую программу развития образования и науки на 2020-2025 годы. И главным направлением станет стопроцентное обновление образовательной программы в вузах и колледжах. Ориентиром являются требования будущих работодателей. Теперь уже мы говорим нашим университетам и колледжам, что все ваши программы должны соответствовать ожиданиям работодателей. Если мы говорим об IT и работодатель говорит, что сегодня для IT-шника самыми нужными языками программирования являются Python, C++, PHP, то, соответственно, в наших университетах мы должны в образовательных программах заложить именно эти языки программирования. По словам министра, сейчас работодатели говорят и формируют те компетенции, которые хотят видеть в выпускниках. Так уже подготовлено 100 новых профстандартов. До конца года цифру планируют довести до 400. Кроме этого, по программе ЖАС Маман будет обновлена материально-техническая база до 80 колледжей по стране. Для этого предусмотрено 58 миллиардов тенге. Асхатай Магомбетов также напомнил, что стандарты должны соблюдаться. И рассказал о судьбе вузов, где приостановили лицензию. По одному вузу мы уже направили документы в суд для того, чтобы лишить их лицензии. Подготовлены документы еще по нескольким вузам для того, чтобы теперь уже полностью лишить их лицензии. Приостановление – это такая временная мера. Но такая судьба может ждать и другие университеты страны. Коснется это тех, где стандарты не соответствуют общепринятым. В таком случае, по мнению министра, есть несколько вариантов. Первый – это добровольное объединение университетов, где не хватает кадров общежитий или технической базы, чтобы дополнить друг друга. При объединении будет достигаться определенный эффект. Это раз. Два – мы будем проверять и лишать лицензии. Три – мы будем, значит, университеты. Некоторые университеты должны стать колледжами, некоторые институтами, некоторые академиями. Что касается школьников, то по программе предусмотрен переход на 12-летнее образование, новая система разработки экспертизы и издания учебников, совершенствование критериального оценивания. Поэтому мы считаем, что обучение в школе является очень необходимым и жизненно важным. С этой целью мы будем обеспечивать необходимые условия для того, чтобы ребенок был счастлив в школе и с удовольствием ходил в школу. Вот это важная задача. Стоит отметить, что родительская общественность обратилась в Министерство образования с просьбой разрешить обучение детей на дому. Не только по состоянию здоровья, но и по желанию. Асхатай Магомбетов указал, что сейчас этот вопрос рассматривается ведомством. Наталья Луговская, Камила Солкомбаева, РТН